Проблема на проблеме. Так в трех словах жители садоводства Сибирь описывают свое пребывание здесь. И самое очевидное из них – покос травы, который, по словам самих садоводов, кроме них никому не сдался. Помощи от председателя СНТ не дождаться ни летом, ни зимой. Дороги зимой мы чистим своими силами. По крайней мере, с 2018 года мы 6, 5, 4 линия. Я организовывала людей, которые живут тут. Мы собирали деньги, сдавали на это и чистили своими силами. На что у нас в СМЕТе даже председатель закладывает чистку дорог, это как бы обязательно. Но нам не чистили, мы чистили своими силами все отчеты. Потом каждая чистка дорог у нас была своя группа в WhatsApp. Все отчеты мы писали, все это показывали, как, что, кому, на какую линию почистили. То есть люди и в конце весной полностью делали отчеты и показывали людям. Вот за ваши деньги мы сделали то-то, то-то, то-то. Большая проблема для садоводов – подключение дома к электросетям. По словам людей, председатель отрезала им доступ к поставщикам электроэнергии, присвоив пароли и логины, точнее, передав их третьему лицу – некому Евгению Кукушкину. На данный момент люди, если обращаются, сами мы не можем, потому что мы подать заявку, у нас нет логина и пароля. Кукушкин Евгений у нас берет плату за подключение света, счетчика, установку 23 тысячи с каждого садовода. То есть если мы могли сами просто за 550 это сделать, то сейчас это у нас проходит за 23 тысячи. И на этом проблемы не заканчиваются, рассказывают жители. Вот, к примеру, знатно проседают канализационные колодцы и своей массой давят на основную магистраль водопровода. Еще немного и раздавят вовсе, уверены садоводы. А между тем, членские взносы с участка ежегодно растут. Но куда уходят средства, жители не знают. От пяти до шести там это… Тысячи, да? Да. В год? В год, да. А, собственно, на содержание чего деньги-то? Нам больших денег не нужно. Водопровод стоит. Свет стоит. Газ стоит. На что? На содержание администрации? Вопросов к администрации немало. Новый председатель, занимающий пост с конца мая, еще не успел себя зарекомендовать, как вернулась прежняя свита и собирает подписи за бывшее руководство в лице Ларисы Васильченко, рассказывают жители. Мы попытались связаться с ней, чтобы выслушать ее позицию. Экс-председатель была явно не в духе, разговаривала грубо и конструктивного диалога не получилось. Они сделали рейдерский завхват. На них подано заявление в полицию, в суд. Вам что надо от меня? Журналист, вот иди и пиши, что тебе говорят там. А я тебя не вызывала никуда. Жители недоумевают. Неужели беспорядки снова продолжатся? Я участок здесь приобрела недавно, буквально два года назад. И кроме того, что я должна денег, я ничего в принципе в свой адрес не слышу. Я уже несколько раз приходила, пыталась решить вопрос с водой. Потому что в прошлом году мы три дня остались без воды, с маленькими детьми. Летом ни огород полить, ни детей помыть. Мы в этом году неделю по вечерам сидели без воды. Что значит без воды? Почему? Рубильник вырубала напряжение или еще что-то. Она не объясняла причину. Васильченко, которая, по словам жителей, всегда ведет себя по-хамски, на должность председателя попала незаконным способом, утверждают люди. Они рассказывают, в 2018 году действовал закон номер 66. По нему председатель мог избираться на два года. Но своенравную даму по документам избрали от чего-то сразу на пять лет. С 1 марта 2019 года у нас закон 217, где выборы председателя на пять лет. А 66 нам говорил только на два года избирать. То есть тут уже сразу видно, что протокол этот просто написан, ну как сказать. Жители не знают, где искать правды. Уж слишком много вопросов и в протоколах, где пункт о прежнем переизбирании Васильченко на кворуме даже не вынесен отдельным абзацем, а занесен как бы между делом. Ни в полиции, ни в прокуратуре садоводы ответа, как говорят, не нашли. Ведомство, изучив протоколы, нарушений не обнаружили. От отчаяния жители планируют обращаться к краевым властям. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.